Проект лагеря «Навыка» «Скиллкэм» родился в 2007 году, а уже в 2008 он принял первых участников. Это дети в возрасте от 7 до 17 лет. Сам лагерь находится в Подмосковье, но программы по обучению детей проводятся в Белоруссии и в Украине. А в этом году лагерь впервые приехал в Севастополь. Севастополь, он на самом деле по своему ландшафту идеально подходит для наших программ. Мы, поскольку Федерация Русского Воинского Искусства, для нас было важно сначала горы, прежде всего горы. Мы ходили, учились преодолевать себя, свое внутреннее состояние, вырабатывать огромнейшую силу воли. А потом начали постепенно развиваться, с гор спустились еще в город. И продолжаем вести свои программы уже и в городе. «Скилл Кэмп» совсем не развлекательный лагерь, а скорее воспитательный. Дети преодолевают трудности как на природе, так и в городе. Это недельные походы, закаливания и разнообразные задания, тренинги. Благодаря им подростки становятся взрослее, самостоятельнее и ответственнее. В них появляется сила воли и характера, сострадательность, готовность прийти на помощь ближнему, говорят руководители программы. Глобальная цель – сделать мир лучше, воспитать новое поколение, потому что, правда, нету, не хватает сейчас тех принципов, задач, которые изначально, возможно, и ставились. Но нету сейчас этого пока. 30 июля состоялся один из тренингов лагеря. По сценарию ребята должны не просто убирать территорию исторического бульвара, а привлекать к этому прохожих. Организаторы мероприятия говорят, это помогает детям расти личностно, развивать коммуникативные навыки, бороться со своими страхами и комплексами. Ведь не каждому ребенку легко подойти к незнакомому человеку на улице, а выполнить задания должны все. В нестандартной уборке приняло участие 40 детей в возрасте от 8 до 17 лет. В основном это ребята из Москвы. Среди детей есть как новички, так и опытные воспитанники лагеря «Навыка». Принимаю участие в этой программе уже третий год, потому что мне нравится та атмосфера, которая царит в этой программе, потому что у нас образовалась своя собственная семья, свой собственный коллектив. И мне нравится то, что здесь воспитывается дух, сила воли. И каждый год после того, как я приезжаю домой, я чувствую, что я становлюсь лучше, становлюсь как бы сильнее, воспитываю в себе какую-то стержень, какую-то конструкцию. Сегодня надо собрать мусор в этом парке, спрашивать людей, смогут ли они нам помочь в собирании мусора и так далее. Ребята говорят, прохожих, согласившихся принять участие в уборке, не так уж и много. В основном это женщины. Некоторые отзываются, но очень редко. В основном все сваливаются на свою занятость или просто начинают какие-то придумывать отговорки. Обычно соглашаются девушки, потому что они понимают, просто берут даже без перчаток. Мы им предлагаем, начинают много нам помогать, выбирать. Помогли нам всего три человека пока сегодня, и это все три женщины. Они согласились, мы предложили перчатку, они сказали, нам не надо, и пошли помогать нам собирать мусор. Мусора, наверное, по мешка собрали с помощью их. После проделанной работы дети с руководителями мероприятия устроят своеобразный круглый стол, на котором поделятся результатами и впечатлениями от тренинга. Хелена Корнухова, Наталья Бабкевич, программа «Наше время».